Конфликт с НПО, всех под одну гребенку. Какой вы видите работу государства в сфере неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа? Термин «всех под одну гребенку» неуместен. Так система правосудия не работает. Вина, во-первых, ее нужно доказать, во-вторых, наносит исключительный персональный характер. Поэтому я с этим не соглашусь. Другое дело, что нам необходимо очень детально разобраться в деятельности неправительственных организаций, особенно тех неправительственных организаций, которые финансируются из недружественных по отношению к нам и России государств. Вы знаете о том, что много программ, которые реализуют ПРООН. Есть такая организация ПРООН. Она финансируется американскими государственными институтами USAID. Основной донор – это компания, скажем так, госучреждения USAID. Они работали со своими программами на территории Украины. Пик их деятельности был в Белоруссии в 2020 году. А с 2012 года, с октября месяца, деятельность этих организаций в России запрещена. По какой причине? По той причине, что их деятельность не всегда прозрачна. Они действуют таким образом, особенно у нас на территории Абхазии, считают, что влияние России на Абхазии носит исключительно пагубный характер. И необходимо это влияние уменьшить. И вместо российского влияния распространить здесь влияние англосаксов. Но давайте мы с вами в спокойном режиме проанализируем, а что, собственно говоря, происходит. Мыслим мы свое будущее без нашего независимого государства. Я не мыслил. Но тогда, если Россия нам помогает в строительстве государства, почему эти государства нам не помогают в этом, а препятствуют? Почему они создают условия для того, чтобы мы вошли в состав Грузии? Почему они не работают на то, чтобы Грузия нас признала? Если Грузия признает независимость Абхазии, все вопросы снимаются автоматически. Мы устанавливаем с ними добросетельские отношения, и у нас обеспечивается прочный мир. Этого же не происходит. Этого не происходит. Идет идеологическая обработка части, касающейся нашей молодежи. Мы абсолютно точно можем сказать о том, что некоторые неправительственные организации, которые работают на территории Абхазии, целенаправленно занимаются тем, чтобы наши взаимоотношения с Российской Федерацией ухудшились. Они проводят определенные акции по блокированию некоторых наших совместных с Российской Федерацией проектов и документов. Это все имеет место быть. Поэтому мы хотим в этом плане навести определенный порядок. Кстати говоря, закон об иногентах впервые был принят в 1938 году в Соединенных Штатах Америки. И он был направлен на то, чтобы народ Америки, президент Америки точно знали, чем занимаются граждане Америки, которые получают иностранное финансирование. Чьи интересы они здесь проводят. Речь не идет о гуманитарных миссиях и программах. Гуманитарные миссии и программы мы их не будем отменять. Мы в этом плане никого не собираемся блокировать. Но когда речь идет о том, что наши взаимоотношения с Россией необходимо подвергнуть ревизии, когда нас пытаются убедить в том, что у нас нет гендерного равноправия, это вопрос для нас очень важный, что он стоит на половинке дня чуть ли не вопросом номер один. Я думаю, что народ Абхазии так не считает. У нас нет проблем с гендерным равноправием или с нарушением каких-то гендерных прав. У нас нет. Единичные случаи бывают. Какие-то, наверное, что-то бывают. Но так, чтобы это шло вразрез с нашей ментальностью, мне кажется, что-то не так. У нас всегда, в наших обычных семьях, все понимали, кто главный. Деятельность этих организаций должна быть контролируема. А в некоторых случаях мы как бы не хотим, чтобы они здесь работали. Организации, которые запрещены в России еще в 2012 году, 12 лет тому назад, будут работать здесь у нас. Как вы на это смотрите? Как это соответствует духу партнерства и союзничества? Разве тут нет некого диссонанса? На мой взгляд, есть. Мы тут не собираемся действовать наскоком. Мы не собираемся всех смешивать и всех красить одними красками. Абсолютно нет. Точечно, выверенно. Оставим то, что нам нужно. То, что помогает нашему государству, нашим гражданам. А то, что мешает нам в нашем развитии и не соответствует интересам Абхазии, будет запрещено или закрыто. Я вот так вот думаю. Но опять-таки, с соблюдением существующих норм права.